Приветствую всех снова на своем YouTube-канале. Огромное спасибо, что продолжаете смотреть мои видео дальше. Я действительно вам очень сильно благодарен, ведь каждый ваш лайк поднимает мне дофамин и дает мотивацию творить дальше. Я даже не с первой попытки записываю почти каждый свой видеоролик, грубо говоря, я уже утрирую. То есть вот даже сейчас это уже не первая попытка записать видеоролик, потому что я хочу, чтобы мой контент был максимально идеальным. Я не устану это повторять в своем каждом видеоролике. Я даже было время, когда я по 60 попыток делал. Это не хвастовство, возможно, я так обнуляю свои результаты. Если бы я вот хвастаюсь, говорю вам, что я делал столько попыток, как будто бы говорю вам в упрек. Нет, это я говорю себе в упрек, что я иногда не могу с первого раза идеально записать видеоролик. Сегодня мы будем обсуждать тему болезнь на воздержании. Если ты простудился, либо у тебя коронавирус, либо еще какая-то болячка, и ты думаешь, слить ли себя, то есть стоит ли мне срываться, убирать свои токсины, свою болячку. Ну, грубо говоря, ты думаешь, что у тебя там вирусы в этой сперме, и ты думаешь, вот если ты сорвешься, ты стопудово выздоровеешь. Потому что я себя так обманывал, когда у меня был коронавирус. Я срывался, я думал, что мне это помогает, что я реально себя так излечиваю, что я очищаюсь. Но это был самообман, самообман, чтобы получить большое количество дофамина. Вы же сами прекрасно знаете, что когда мы себя сливаем, мы же не просто так это делаем на сухую, либо же мы делаем это с фантазиями, либо мы делаем это с просмотром видеороликов, чтобы получить огромное количество дофамина. То есть мы это делаем, мы себя сливаем и потом думаем, блин, зачем, я бы лучше бы не срывался, типа я все-таки себя обманул. И очень много людей, даже в прошлом нашем видеоролике мы рассказывали вот вам про самообман с моим гостем, про воздержание. И самообман действительно он бывает очень часто, то есть когда человек сам себе врет, говорит, что я должен сорваться, потому что вот так-то так-то. Ты ни в каком случае не должен сорваться, даже если ты возбуждаешься и у тебя уже есть подозрение на то, что у тебя появился застойный простатит, либо какая-то болячка, потому что застойный простатит это страх номер два после похоти, после ломок, после вот таких навязчивых мыслей на половом воздержании. Даже уже ближе к первому месту он идет, потому что люди думают, типа я возбудился, у меня что-то там кольнуло, я должен сто процентов сорваться. Ты не должен срываться, братан, потому что если тебе предопределено быть больным, ну грубо говоря, заболеть, ты заболеешь, даже если будешь себя сливать, потому что от частых семи извержений тоже появляется простатит, мой дорогой друг. Если я, конечно же, не ошибаюсь, вы можете поправить меня в комментариях. Потому что некоторые говорят, что от воздержания застойный простатит, некоторые говорят, что от частых семи извержений застойный простатит. Я в это не вникал, особо в этом не разбираюсь, то есть я в этой теме, грубо говоря, новичок. Я просто знаю, что нужно делать упражнения кегеля, мостик, велосипед, чаще бегать, вести более активный образ жизни, принимать холодный душ, пить больше чаев без сахара, хотя просветленные гуру считают, что там содержится кофеин, и из-за этого его лучше употреблять не стоит, потому что кофеин вреден, потому что наш организм расценивает кофеин как яд, и начинает выпускать пот, больше мочи спускания, потому что хочет побыстрее это все из себя выгнать. Но так как мы живем в материальном мире, мы употребляем вредные продукты, кофеин, он вреден, не бывает, потому что в маленьких количествах. Если мы хотим чуть-чуть себе дать определенный стимулятор, и при этом после кофеина мы что-то эффективное сделали, либо мы выучили какую-то новую информацию, либо закрепили старую информацию, либо создали что-то полезное, либо прокачали свое тело, мы что-то сделали, и поэтому получили определенную дозу дофамина, и поняли, что не зря вложили в себя этот самый кофеин. Как-то так, мои дорогие друзья, огромное спасибо, что посмотрели до конца это короткое видео, я разложил до конца, не до конца точнее, некоторые моменты. То есть не смог полностью высказаться, потому что мои видеоролики, они больше короткие, то есть я не записываю больше 4 минут, грубо говоря. Но я надеюсь, что я смог грамотно донести до вас основную информацию, что сорваться в любом случае не стоит, если ты воздерживаешься, это не приплетай к болезни, то есть не думай, что вот мне надо 100% сорваться, и я тогда выздоровлю. И типа это действительно мне помогает. Это самовнушение, все находится в голове. То есть если ты хочешь не стимулировать свои дофаминовые рецепторы, если ты не хочешь терять свои мужские гормоны, если ты не хочешь чувствовать себя виноватым и опустошенным, даже во время болезни, не нужно себя сливать, то есть не нужно срываться. Спасибо, что посмотрели это видео до конца, всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok